Здравствуйте! Вы смотрите СтопФейкНьюс, дайджест опровержения неправдивой информации о событиях в Украине, а также новости об информационной войне. С вами в студии Марго Бантар и Алина Суганяка. На украинском телеканале ICTV придумали российских военных экспертов, которые якобы признали украинский танк «Оплот» лучше в мире с помощью специальной программы. Такое сообщение появилось 19 августа в передаче «Секретный фронт». Авторы сюжета утверждают, что российские инженеры создали виртуальный полигон, на котором разбестили танки с разных стран мира. После этого в программу были внесены технические параметры танков, и программа якобы автоматически определила победителя. Цей виртуальный полигон в березне 2015 года создали российские инженеры. Компьютерный бой на знищение мав на мете продемонстрировать всему свету преимущество российских танков и ГИЛ. Та что-то пошло не так, как планировали. В неконтрольованном компьютерном бою перемога досталась украинскому танку «Биэмоплот». Он выиграл 12 боев с 12-ти. На самом деле, российские инженеры не причастны к созданию виртуального полигона. В начале 2015 года виртуальный танковый биатлон создали программисты на платформе онлайн-игры. В этой игре принимали участие разные команды из нескольких игроков. В результате победила команда, играющая за модель украинского виртуального танка «Оплот». Но этот факт не означает подтверждение мощности танка. Речь идет лишь о мастерстве онлайн-игроков. Вот заявление самого разработчика программы Виктора. В начале 2015 года я создал такой проект на надвижке «Арма-2» под названием «Виртуальный танковый биатлон». И буквально вчера мне скинули ссылку на видео, после просмотра которого я выяснил, что я, оказывается, российский инженер. А подкрепляют эту информацию кадрами из нашего виртуального танкового биатлона. Первым видеокадры и результаты виртуальной онлайн-игры для демонстрации превосходства украинских танков над российскими и другими использовал телеканал «Один плюс один» в сюжете информационно-аналитической программы «ТСН» в мае 2015 года. Интересно, что в некоторых моментах сюжет АСИТВ буквально слово в слово повторяет сюжет «Один плюс один». Информагентство РИА Новости 23 августа опубликовало статью с заголовком «Немецкая газета. Время президента Порошенко подходит к концу», в которой утверждало, что Нина Иглинский в своей статье в региональной немецкой газете якобы написала «Украинцы не раз доказывали, что их терпение не безгранична, и они готовы сквергнуть своего президента». На основании этого РИА Новости делает вывод, что, по мнению Иглинский, украинцы скоро вынудят Порошенко покинуть свой пост. Искаженную статью перепечатали такие издания, как «Дни 24», «Накануне РУ», «Телеканал Звезда» и другие. При этом они еще больше исказили смысл статьи в заголовках своим статьям, написав в них. Немецкие СМИ предсказали скорый уход Порошенко, хотя речь шла лишь об одной региональной газете. Однако Нина Иглинский об уходе Порошенко вообще не говорит. Вот точный перевод ее слов. Президент Порошенко сейчас находится под огромным давлением. Украинцы уже не один раз демонстрировали, что их терпение не бесконечно, и они готовы выгнать вон, заменить их президента. То, что произошло в 2014 году, когда пророссийский президент Янукович покинул страну, наглядно показывает, что украинцам не чуждо насилие. К тому же эти слова Иглинский были написаны не в статье, о которой говорится в материале РИА Новости, а в ее авторском комментарии к ней. В самой статье Нины Иглинский «Порошенко, президент, который считает время», говорится о том, что в ближайшие месяцы перед выборами Петру Порошенко будет очень трудно договариваться с западными партнерами. Кроме того, в Украине разочарованы продолжающейся войной, поэтому президенту предстоит очень сложный период. О возможной отставке речь не идет. На блоге Frankenstein LiveJournal.com 24 августа появилась запись «2000 российских солдат погибли в Украине». В статье говорится, что власти Российской Федерации признали гибель российских военнослужащих во время боевых действий на территории Украины, приняв решение о выплате денежной компенсации их семьям. Автор ссылается на материал, опубликованный на малоизвестном российском сайте «Деловая жизнь» еще в марте 2015 года. Находку блогера подхватили украинские и зарубежные СМИ. В этот же день, 24 августа, редакция «Деловой жизни» удалила несколько абзацев в тексте о погибших и раненых российских военнослужащих. При этом оригинальная запись сохранилась в веб-архиве. Деловая жизнь в начале статьи упоминает принятый в конце 2014 года Госдума и закон о федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов. Далее российский сайт пишет, что данные о выплате денежных компенсаций для более чем 2000 семей погибших и 3200 травмированных военнослужащих актуальны по состоянию на 1 февраля 2015 года. Деловая жизнь не уточняет, в каком законе за февраль-март 2015 года правительство Российской Федерации говорится о подобных военных потерях. На российском сайте «Консультант» можно посмотреть принятые за этот период законы. Однако нам не удалось найти никаких опубликованных нормативно-правовых актов, которые подтвердили бы данные деловой жизни. Если подобный документ существует, весьма странно, что в статьях расходов была указана причина гибели как денежная компенсация военнослужащим, принимавших участие в военных действиях на востоке Украины. Подобное мнение выразила и военная команда, в которой состоит известный блогер Руслан Левиев. Они решили выяснить, когда появился сайт и чем он зарабатывает. Оказалось, все до банального просто. Некий айтишник создал несколько лет назад ряд сайтов-справочников, сателлитов, на которых он публикует скопированные откуда-нибудь новости. Дальше владелец этого сайта просто обратился на так называемую биржу клиентов, коих в интернете существует много. Данная биржа предлагает достаточно простой алгоритм для владельцев веб-сайтов. Вы встраиваете в свой сайт код онлайн-чата с консультантом. И если посетитель вашего сайта через этот онлайн-чат оставляет свой номер телефона, а уж тем более заказывает юридическую консультацию, то мы вам платим. За размещение статьи с информацией о принятии правительством постановления и с информацией о двух тысячах погибших военных было просто удачным решением владельца сайта, как бесплатно получить огромный пиар на громкой теме. Ведь сайт процитировали и дали на него ссылку крупнейшие мировые СМИ. 27 августа многие российские и украинские СМИ написали о новом рейтинге ФИЧ для Украины, указав в публикации неполный вариант информации от международного агентства. В результате исказилась суть новости. Например, лента РУ сообщает, что агентство ФИЧ предупредило о неизбежности деполта в Украине, что не является правдой. Международное рейтинговое агентство ФИЧ понизило суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с преддефолтного уровня CC до уровня C, означающего, что дефолт неизбежен, сказано в статье. Агентство действительно снизило долгосрочный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с уровня CC до уровня C. Но сам суверенный рейтинг страны остался неизменным, агентство подтвердило его на уровне CCC. Таким образом, рейтинг был понижен в связи с обменом обязательств. Агентство назвало операцию с долгом, которую накануне совершила Украина, Distressed Debt Exchange – обмен проблемной задолженности. Ведь Украина договорилась о списании чуть более 3,5 млрд долга, что приведет к финансовым потерям для кредиторов. Фактически, Украина допускает технический дефолт по старым облигациям, но выпускает новые с погашением в 2019-2027 годах и обменивает их на существующие облигации по срокам обращения до 2015-2023 годов. Российские издания и агентства, а также часть украинских, использовали только часть сообщения Fitch, но решили пропустить позитивные для Украины абзацы, где сказано, что рейтинги Украины будут пересмотрены в сторону повышения сразу после того, как Fitch признает реструктуризацию успешной. Это происходит в случае, когда минимальный уровень привлечения кредиторов к соглашению о реструктуризации составляет не менее 90%. Неточную новость дали РБК, Эхо Москвы, накануне РУ, Зеркало недели и другие. В результате сообщения Fitch относительно облигаций Украины, которая носила скорее формальный характер, было представлено как неизбежность дефолта всей страны. Российский телеканал «Звезда» опубликовал новость с заголовком. Форбс пересмотрел свою позицию по Крыму. Похожие материалы со своими изменениями опубликовали также «Правда.ру» и госновости. Ни на сайте «Звезды», ни в других российских СМИ, напечатавших эту новость, нет ссылки на первоисточник. Форбс действительно опубликовал статью на основе опроса, проведенного в Крыму, но это было в марте этого года. Кроме того, это авторская статья Кенна Тарапозы. Она не может свидетельствовать и не свидетельствует об изменении позиции издания по Крыму, принадлежности полуострова Украине, непризнании псевдореферендума, прошедшего весной 2014 года и прочее. Также в материале «Звезды» отмечается, что практически все основные украинские СМИ напрочь проигнорировали результаты исследований авторитетных JFK и Gallup. Это ложь. Об этом опросе писали крупнейшие издания Украины, «Зеркало недели», «Корреспондент», «Крымреали», «Инсайдеры» и многие другие. Это был «Стоп фейк ньюз». Делитесь выпуском, комментируйте, ставьте лайки. Присылайте информацию, которую стоит, на ваш взгляд, проверить на почту или через форму на сайте «Сообщите фейки». Вы можете нас поддержать, перечислить средства на наш счет, которые находятся на сайте в разделе «Поддержать проект». Увидимся через неделю. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...